Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать фарватера, гнидуя донскую лошадь, с усилием затягивал под пругу английскую седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом. Но, балуй, идол, и прибавлял кряхтя от напряжения, — Ишь ты, животная! Фарватер, жеребец среднего роста с массивной грудью, длинным туловищем и поджаром, немного вислым задом, легко и стройно держался на крепких, мохнатых ногах с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком, но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой домской лошади, составляют красоту Фарватера, так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскакать Фарватером. Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякой хорошей русской кучер, обращаться с лошадью сурово, отнюдь не позволял ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и каторжной, и падалью, и убивцею, и даже хамлетом. Тем не менее, он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше, и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва, ласточка и черноморец. — Поил ты его, Митрофан? — спросил Бобров. Митрофан ответил не сразу. У него была еще одна повадка хорошего кучера — медлительность и степенность в разговоре. — Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимшись-то? — Но ты озирайся, леший, я тебе поверчу морду-то! — крикнул он сердито на лошадь. Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом идти, не терпится. Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев грифку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом на подходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя. — Пусти, пусти, поводья! — Митрофан крикнул он, поймав, наконец, стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле. Почувствовав шинкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменив несколько раз ногу, фыркой и мотая головой, взял отворот широким, упругим галопом. Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа. Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к числу тех людей, которые под видом высказывания всякому в глаза истинной правды грубо, но приятно льстят начальство, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самобезобразно деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича, любил поесть и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальширил. Он незаметно для самого себя находился под башмаком у своей жены, женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносию. Дочерей звали Мака, Бета, Шурочка, Нина и Касер. Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. Уж это Мака, сама простота, говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров стушевывалась на задний план в интересах младших сестер. Мака уже перевалила за тридцать. Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову, склоненной на бок и вниз, как старая пристижная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила «Вы такой проницательный, но вот определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем, кто выше Лермонтов или Пушкин, или способствует ли природе смягчению нравов, Бету выдвигали вперед, как боевого слона. Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли противным и били по рукам картами. Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была выродком среди своих сестер с их массивными фигурами, гробоватыми, вульгарными лицами. Может быть, одна только мадам Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка вьющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды. И ей поэтому разрешалось все – и объедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер. Самой младшей Касси исполнилось недавно 14 лет. Но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной по отдаленности от города женского общества. И Касси принимала эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки. Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко как на гостиницу. Толклись там с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей. В этой семье Боброва недолюбливали. Мещанские вкусы мадам Зиненко, стремившиеся все подвести под линию пошлого и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и наоборот, когда он молчал целыми вечерами вследствие усталости и раздражения. Его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, и даже, о, это было всего ужаснее, даже подозревали, что он пишет в журналы повести и собирает для них типы. Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненок. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную и грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз, и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых, клейких почек тополя. Но стоило ему побывать у Зиненок три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их фразы всегда одни и те же в одинаковых случаях, шаблонные и неестественные выражения их лиц между пятью барышнями и ухаживавшими за ними кавалерами, слова Зиненковского обихода, раз навсегда установились пошло-игривые отношения. И те, и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело. Один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь и уверял, что не отдаст ее. Барышни дулись, шептались между собой, называли шутника противным и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня, совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломанием. Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она с ее кокетством, дурного тонна и душевной пустотой устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках, но не решался и молчал. Теперь, подъезжая к шепетовке, он уже заранее знал, что и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании приятных кавалеров, подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прищелкивать языком, и задорно выкрикивать. А что? А что? Я угадала! Я угадала! Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне. Мама, Бобров едет! Я первая угадала! А мама лениво, перетирая чайные чашки, обратится к Нине, непременно к Нине. Таким тоном, как будто она передает что-то смешное и неожиданное. Ниночка, знаешь, Бобров едет! И уже после этого все они вместе, чрезвычайно и очень громко, изумятся, увидя... Субтитры создавал DimaTorzok